Всем привет, дорогие зрители и подписчики на канал, вы как всегда на канале Семена Чемоданах, с вами я, Славян. Мы по-прежнему находимся на Шри-Ланке, и сегодня вас приглашаю в новый выпуск, где мы с вами посмотрим цены, сгоняем в торговый центр, который находится в Гале, кое-что там купим. Также я вам расскажу, что у нас случилось с визами, такой мощный подвох, о котором никто не говорит. Также расскажу, какая у нас ситуация сейчас с жильем, так как мы вынуждены уезжать. В общем, досматривайте выпуск до конца, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали в новый выпуск. Идем на шоппинг на Шри-Ланке. Прикольная история, конечно. Большой дороговый центр, называется Ceylon City. На первом этаже огромный гипермаркет этого, как она, господи, еды. А на втором, на третьем этаже одежда, игрушки, все подряд. Вот начинается супермаркет, кассы, а мы пойдем сюда, еще посмотрим, что здесь по ценам. Вот сразу первое, что бросается в глаза, это джинсовые шорты, ну типа номерошку, наверное. 872 рупи, это ну типа 130 рублей. Скиньте. Вон всякие платьюшки. Покольно искать вообще. Да, здесь трикотаж, кстати, классный, я наслышан. Ценники срезаны, даже качество чендема типа. Да, 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 здесь... Вон, лишь тонишки, как вейчики. Да, вот они, здесь просто этикетки отрезали, я не знаю, здесь, видимо, запрещено продавать. Вот, 890 рупий, это меньше 200 рублей штаны. Вот, смотрите, что это? Next, 20% скидка, тоже меньше 200 рублей. Пригиньте. Теперь я знаю, где буду шопиться, буду шопиться на Шри-Ланке. Парам-пам-пам. Вот шляпки, пожалуйста. Настенка все ищет себе шляпку. Он и с бантиками, конечно. Ну, с бантиками. Нет, ну какие бантики? Так, вот шляпа. О, видите, как шляпа стоит. 1200 рупий, это 120-130 рублей. Смотрите, какой гигантский выбор. Шорт, вон, типа эти, как они называются-то, господи. Ой, бетон, цена, цена 1390 рупий, ну, 240 рублей. Так, здесь продаются члема, Мирошка не заценил. Смотрите, как прикольно. Все, все, все снимай. Оп, давай, чик. О, видите, какие прикольные. Это вот если, типа, на байках ездить, нужно докупать. Вот, троцем. Вот, типа, видите, каска, это бамблби. Так, а что они стоят? А, ну вот, 4 150, 100, 200, 300, 400, 500, 600 рублей. Неплохо вообще. Вот, пожалуйста, чочи, Ray-Ban, 1100 рупий, это 200 рублей. Гуча есть, 1000 рупий. Вот, кстати, чемоданы, например, по цене тоже интересно. Что стоят они здесь? 4 750, ну, вообще нормальная цена, слушайте. Реально, 4 700? Да ну нафиг. Обалдеть. Так, портфели сколько стоят? 3 950 рупий. Посмотрите, какой прикольный портфель. Адиковский. Блин, это вообще, на самом деле, копейки. Вообще неплохо. Смотрите, какие прикольные кеды. Смотрите. Классно, очень мягкая подошва. Вот мне прям бегать идеально. А по цене они 20%, 6 300. Вон, мальчишкам взяли раскраски, тетрадки, еще раз украска и вон цифры писать правильно. На пятерку купили Ceylon City, ребята. Ну, прям, на самом деле, рекомендуем. Здесь можно найти вообще абсолютно все. Правда, одежду не купили. А, мирожки купили. Костюмчик. А себе не купили ничего. Что касается продуктов и бытовой всякой химии, вот здесь вот в торговом центре, получается, в большом, да, условно аналог магнита. Здесь дешевле, нежели вот маленьких магазинчиков, в которых, типа, Фудсити, в которых мы покупаем все. Поэтому, если у нас есть возможность, например, приезжать в такие большие центры, то за большими покупками, то лучше, конечно, сюда. А если нет, то нет смысла кататься. Мы в этом районе уже гуляли, но тогда была ночь. Вот. Сейчас тоже пройдемся, посмотрим. Ходим купить булочки. Здесь они такие дешевые, дешевые. Вот, кстати, мини-купер, смотрите. У-у-у, маленький. Так, ладно, пойдемте. Вот тапочки, которые я тоже показывал, магазинчик. Но была ночь, было не так понятно все. Ну, здесь прям колоритненько. Видите? Такие постройки. Здесь не туристический район. И вот мы идем, как всегда, вдоль дороги, подходим сейчас с железной дороги. Если получится, посмотрим поезд. Ой-ой-ой. А так вот, видите, проносятся все. Вот так выглядит у них железнодорожный переезд. Один путь. Люди вот ходят по путям. Но, к сожалению, поезда мы не увидим. Вот это у нас дождино заедело. Ух! Вообще. Мы пока бежали домой, даже тоже немножко под него попали. Заскочили на рынок и купили тигровых креветок. Хочу вам показать, какие они здоровые. Горейте, просто есть ее выпрямить просто с ладой. Ну и, естественно, тигровый окрас. Это мы будем готовить сегодня пасту с креветками. Причем, самое интересное, если ты в России захочешь приготовить такую пасту, то эти креветки обойдутся просто золотые. А здесь все наоборот. Сливки были только литровые, стоят 700 рублей литр сливок. И макароны 200 рублей, прикиньте. Поэтому купили кокосовое молоко и будем делать о кокосовом молоке. Хочем немножко рассказать, что с визой. Итак, перед тем, как полететь сюда, мы оформляли визу, мы показывали, как это делали, показывали, где мы это делали. Суть в следующем, что это как бы не совсем виза, ты просто онлайн оформляешь разрешение на въезд в страну. Но я так понимаю, что без этого разрешения тоже можно заехать в страну и по прилету уже сделать визу. Оформляли только на меня и на Насеньку по 50 долларов на каждого. Дети до 12-16 лет бесплатно. И я перестраховался, и мы их вписали и мне, и Насенке. Далее по прилету нам поставили в паспорт визу на 180 дней, а пацанам ничего не поставили. Он пошел в окошко, говорит, ноу виза, сделали детям визу бесплатно. И он вклеивает им на 30 дней. И мы такие, нифига себе. И вот спустя почти месяц мы репу-то чешем, а что делать-то? Мы понимаем уже, что будут однозначно штрафы, есть и без визы, есть какая-то просрочка, проверено на Турции. И мы начинаем узнавать, и самое, что интересно, нигде, вообще нигде нет никакой информации, как продлевать детям визу, нет никаких предупреждений, что детям поставят на 30 дней, что есть такой подводный камень. Информации такой нет нигде. И вот мы рылись, 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 и нашли только на каком-то волосатом форуме единственную информацию, где ребята тоже столкнулись с таким же вопросом, что им по прилету у детей не было виз, им сделали на 30, и потом они начали продлевать. И тут вот всплылась та история, что оказывается, детям продление платное. И на минуточку стоит это 60 долларов, представляете, на человека. Для того, чтобы им сделать, для того, чтобы им продлить визу онлайн, а это для нас было очень важно, чтобы не стащиться с уноватун и до Коломбо, не стоять там в очередях. И как мы поняли, что первый раз продлить онлайн как раз можно. Мы зарегистрировали Артема на этом сайте и добавили туда Мирона и Родиона. Далее все заполнили и нажали запустить. Ждали 3 дня. Ну, после того, как я зарегистрировался, через 3 дня мне пришло вот такое вот письмо с департамента туда-сюда. И вот сумма 180 долларов либо 66 рубий. Нам пришло одобрение и ссылка на оплату. Я опять-таки думал, что заплачу 180 долларов, но не тут-то было. Есть небольшая комиссия. Итого у нас вышло почти 190 долларов. Вот он перекидывает на другой портал, где нужно оплачивать. 10 минут нужно оплатить. Так, выберите способ оплаты. А, вот на, я принимаю, выбираем. Любая карта. Продолжить. 180 долларов, плюс еще комиссия 8 долларов. Пригиньте, итого 187 долларов. Блин, вот засранцы. Пока мы оформляли, было предложение оформить эту визу до осени, по-моему, а можно было до мая. Я выбрал до 5 мая, по-моему, мы сделали им продление. И как бы нам больше всего не надо, потому что мы улетаем. Но вот смысл в том, что если вы с детьми, и если вы прилетаете, и вам шлепают 30 дней, то, знаете, нужно обязательно будет делать продление. Делайте его онлайн. Мы сделали. Соответственно, после оплаты нам пришли бланки о том, что визы готовы. Вот так они выглядят. Все. Я так понимаю, что в базе дети есть, и если нас что-то даже спросят, я открою PDF-файл и покажу им этот бланк. Конечно, неприятно, но что сделаешь? Всех законов здесь в любом случае не знаешь, не изучишь, и получается, что по мере жизни здесь ты уже с чем-то сталкиваешь и вот так вот решаешь. Захожу на кухню, у меня сердце в пятки ушло. Сидит огромный, наверное, метра полтора варан, и смотрит на меня. Короче, он тоже испугался и убежал. Вопрос куда? Он второй раз к нам приходит. Вот он, вот он, вот он, варашка. Убежал. Эй, иди сюда. Вот такой вот у нас дружок появился. Да мы ничего, мы просто хотим на тебя посмотреть, так же, как ты на нас. Пойдем, я тебе что-нибудь дам покушать. Пойдем, варашка. Пойдем. Он не боится, он не боится. Пойдем, вот, давай, давай, разворачивайся. Пойдем, дам покушать. Давай, пойдем, покушать у тебя. Пойдем, вараха. Пойдем, дам. Да, Мирошка? Варанчик с тебя размером, да? Убежит, варанчик. Да. Пойдем. Болица наш варан. Да? Мирошка, надо ему дать имя какое-нибудь. Мишка красивый. Вон, какой красивый вараша. Да? Ой, какой вараша. Ой, какой красивый, да? Вот, смотри, идет куда-то. Как тебе, Мироша? Вараша такой. Ой, какой вараша. Еще нас часто спрашивают, какую сим-карту покупать здесь. На самом деле, я не знаю. здесь очень распиаренный диалог, но наш зритель один, Дэн, он нам посоветовал, говорит, диалог не берите, потому что вот он из-за того, ты же распиаренный, он сильно загруженный. Возьмите Mabitel. Мы взяли Mabitel, купили, значит, за 3000 рупий сим-карту и тариф с 20 гигабайтами. В итоге, проходит буквально 5 дней, хлопс и интернета нету. Я пошел сюда, говорю так и так, типа, 5 дней назад покупал сим-карту, интернета нету. Он такой, да, типа, как я помню, говорит, у вас просто закончился. На что закончился, как потратился, непонятно. В итоге, продлили, 1350 рупий стоило продление, и я установил приложение, чтобы сейчас отслеживать, с какой интенсивностью он сжирает этот трафик и на что он уходит. Вот. А до этого мы пользовались e-симкой, то есть, вот это максимально удобно, особенно по приезду, чтобы тебе сразу не заморачиваться с поиском сим-карт, ничего не разобравшись. Взял e-сим, оплатил, и у тебя работает интернет, все прекрасно. У нас, например, на e-симке доступно 84 страны. Вот. То есть, абсолютно никакого геморроя. Если вам нужна такая симка, я, кстати, тоже оставлю ссылочку в описании, там бонус получите, половину, грубо говоря, сим-карты, вот, а что же пользуйтесь. Хочу напомнить, что жилье искали и забронировали на Airbnb. Все достаточно было просто. Пока мы путешествовали по Турции, тоже об этом рассказывал, как выходить напрямую на заказчика, так как, например, Airbnb нельзя оплатить с российских карт. Там все просто, заходите, подыскиваете вам нужный объект, и есть такая вставка написать хозяину. Пишите хозяину, договаривайтесь на приплату наличными. У нас, как бы такой цели не было, но в целом мы просто списались и сказали, что пролетаем. Он говорит, окей, я за вас забронирую. И как бы вообще бронь просто, наверное, Airbnb не требовалась. Эта вилла нам на месяц обошлась в 390 долларов, и мы думали ее продлить на второй месяц. Поговорили с хозяином, он говорит, типа, если вы будете продлевать, скажите мне, и за неделю до окончания первого месяца нужно оплатить. Мы такие, ну типа, окей, договорились. Он говорит, хорошо, я подготовлю договор. Тут как-то сидели вечером с ребятами, с соседями, они говорят, ну нам на второй месяц сделать скидку. Я говорю, о, надо, кстати, спросить точно, какая вообще цена будет на второй месяц. В итоге я ему пишу, говорю, какая цена на второй месяц. Он говорит, 480, ну короче, грубо говоря, 500 долларов. Я такой, ничего себе, а почему, говорю так, мы, говорю, не рассчитывали, мы думали, хотя бы цена такая же останется. Он пишет, вот, типа, подорожала коммуналка, туда-сюда, свет, вода, я говорю, ну понятно, нам, короче, надо подумать, потому что мы к этому не готовы. Ну и в итоге он говорит, тогда я открываю бронирование на букингах. Я говорю, ну хорошо. Ну и, собственно, мы и подумали, смысл нам сейчас здесь снимать за 500 баксов жилье, когда мы уже месяц здесь сидим, все ближнежащие точки мы посмотрели и очень хотим путешествовать по Шри-Ланке, уехать вглубь острова, на водопады, на каньоны, на горы, на пике Адама и так далее, и тому подобное. То есть, попутешествовать по этому острову и здесь жилье снимать и еще и по пути где-то ездить вообще не вариант. А, например, снимать здесь и ездить отсюда это на самом деле вообще какая-то катастрофа, потому что здесь все находится на расстоянии примерно 4 часов на машине, а машину нужно тоже арендовать либо с водителем, либо самостоятельно свою брать. Мотик нам уже не подойдет, потому что нас много, да и прав нету. Поэтому мы решили, что нужно от виллы отказываться и уже непосредственно отправляться путешествовать по острову. То есть, у нас такой даже будет, наверное, новый сезон Шри-Ланка внутри Шри-Ланки. Вот этот трип уже непосредственно. Здесь, если мы сидели просто чилили, так сказать, катались на серфинге, смотрели ближлежащие города и пляжи, то далее мы поедем по острову и будем кататься и изучать этот остров. Там огромное количество достопримечательностей. Я думаю, что выпусков 10-15 точно будет и нас, как говорится, ждет такой новый сезон внутри сезона. И, кстати, началась же масленица, с чем я вас тоже поздравляю. И, конечно же, отправляйтесь, задавайте печь блины. Я, кстати, нашел здесь муку и вот уже, видите, второй блин загрузил. А первый получился вот так. Ну что, смотрите, такая красота получилась. Немного, конечно, но пока они пеклись, ни один блин отсюда не исчез. В общем, друзья мои, пеките блинчики. Это вкусно. Мы вообще сегодня собирались пожарить шашлык. Вот единственная дума, получится у нас сделать это и не получится, потому что снова заряжает дождь. Ну, по сути-то, мы обычно жарим его вот на этом месте. У нас здесь козыречек. В принципе, плюс-минус наверное, все-таки пожарим. Ну, не знаю, сейчас пойду к Сане спрашивать, готов он или не готов. Мясо-то замаринованное еще за вчерашнего дня. Мы решили сегодня вот все-таки пожарить шашлык, несмотря на погоду. Вот эти сложности. Ну да, сгоняли вон, купили эти палки, которые обычно покупаем. Сейчас попробуем разводить. В какую комнату только не зайдешь, послушайте этот шум от дождя. Здесь то же самое. Шашлыку будем готовить рис. Здесь известны такие рисоварки. Рис получается очень-очень вкусный. Сегодня у нас максимально быстро получилось замутить костер. Жарим мы шашлык, точнее костер. И пришел скорпион. Я прям недавно видел такого размазанного на дороге. Прям такого же. Мясо вкусное у него? Саня, мясо вкусное у него? Ну давай, бери щипцы. Щипцы, бери его в костер. Чего это? Он не трогает. Все. Еди от тебя. Его надо выкинуть. Мари, Мари. Не сыт. Он мне хвост поднял, конечно. Он вообще не сыт. Прям совсем. Так уши и все. Мелкого убирай. Ой, бери. Босиком здесь, чтобы не ходили. Да, не ходили здесь босиком. Он не шокует. Ой, не шокло. Оп. Бьет, бьет, бьет. Бьет. Бьет хвостом. Вообще не боится. Вообще не сыхло. Мы его сейчас прогоним, мы будем справлять его, не проблема, просто. Взял у него прямо? Давай за брюшком его возьми. Ага, ни хрена не все. Конечно. Слушай, какой серьезный пацан, а? Смотри, как цепляет. Ты видела, что творит? Жалит, жалит. Смотри какой-то. Вообще, слушай. Смотри-ка. Блядь, он такой твердый. Все, 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 пускай, пускай. Ага, проиграл. Сыканул. Идет сюда. Блядь, эту штуку не боится. Он боится щипцов. Но они тоже щипают. Блядь, слушай, он щипцы-то ломает. Прям ни фига какое-то. Ну прям выворачивает. Блядь, фу. Самый замечательный звук. Конечно, жарко, я тебе про это и говорю. Вот в таком формате. Картошечка с угорьком, пожалуйста. Да, серьезно? Серьезно. Подварилась, не подгорела, а подварилась, да? Так, здесь у нас вот шашлычочек. Все, приятного нам аппетита. Вот такой выпуск получился. Буду сами прощаться. До нового видеоролика. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok